Чем отличается IPO от ICO? Даже если термины IPO и ICO вы слышите впервые, не спешите переключать канал. Я попробую сейчас рассказать об этом простым языком. Итак, IPO – это процесс выхода ценной бумаги на биржу. Крупная компания выпускает свои акции и размещает их на бирже. Для чего? Для того, чтобы акции, когда продадутся, дали дополнительные деньги компании. Компания может использовать денежные средства для своего развития, для новых проектов, например. Процесс IPO, то есть процесс выпуска акций, прописан законодательно в нашей стране. И сегодня он занимает достаточно много времени и не тешев. Поэтому далеко не каждая компания, особенно небольшая компания, может позволить себе выпустить свои собственные акции и таким образом привлечь инвестиции. Поэтому в сегодняшнем мире, который постоянно меняется и в нем возникают все новые и новые процессы, появился новый термин – ICO. По сути, это тоже привлечение инвестиций, но минуя современное законодательство. Небольшая компания может выпустить собственные токены, специальные инструменты, которые продаст другим участникам рынка и таким образом привлечет деньги. Процесс ICO достаточно быстрый, он не такой дорогостоящий. Есть лишь одна загвоздка – на сегодняшний день нет правового регулирования этого процесса, а значит, на этой ниве процветают мошенники. Чтобы узнать больше об IPO, об ICO или о новых интересных темах финансирования, приходите к нам в компанию «Финам». Мы ждем вас с понедельника по пятницу по адресу улицы Жукова, 6. И если вы смотрите этот выпуск, приходите лично ко мне. Меня зовут Страгис Анна. Удачных вам инвестиций!